Швейцарские власти арестовали банковские счета компании группы Форус. Она связана с Борисом Березовским. Сделано это по запросу Генеральной прокуратуры России. Более подробно об этом Владимир Боровой, Володя. Настя, спасибо. Здравствуйте. Швейцарская компания Форус, по информации Генпрокуратуры, использовалась Березовским для выведения денег из Аэрофлота. Копальному олигарху подан крупный иск на 100 миллионов долларов с лишним. Как раз в интересах компании Аэрофлот, которая, будучи под его началом, потеряла на мошеннических сделках с Форусом названную сумму. В данный момент прокуратура доказывает правомощность этого иска в судах Англии и Уэльса. А правоохранительным органам Швейцарии и Франции, очевидно, доказательств уже хватило. Они арестовали около 21 миллиона швейцарских франков на банковских счетах Форуса, а также две океанские яхты Березовска в общей стоимости около 20 миллионов долларов. Собственно, яхты арестовали еще в феврале, а теперь дело дошло и до банковских активов. При этом первый успешный арест средств Березовского у прокуратуры случился примерно год назад, примерно летом 2010-го. Швейцарские судебные органы удовлетворили ходатайство прокуратуры и перевели на счет Аэрофлота со счетов олигарха более 52 миллионов долларов США. В качестве возмещения нанесен в ущерба, понятно. Как известно, Борис Березовский, которого в России заочно приговорили к длительным срокам заключения, проживает в Лондоне и имеет в Великобритании статус политического беженца. И пока неизвестно, что случится с этим статусом, если российской прокуратуре все же удастся доказать в английских судах экономические преступления Березовского. Ну, экстрадиция Березовского в Россию – это такой сериал уже давний, за ним многие наблюдают. И нет ощущения, что он скоро завершится. Я бы даже сказал, что если у этого сериала случится последняя серия, то она будет почище последней серии «Лоста». Спасибо, Володя. Это Владимир Боровый.